Иногда мы смотрим видео, иногда мы обсуждаем и думаем о поступках других людей. Но редко кто говорит о том, что это не их поступки. Не может человек поступать так с другим человеком. Каждый родился со своим внутренним миром, который как зеркало или как какой-то чистый прозрачный сосуд, в котором живет его душа. Душу он держит в себе. А вот этот прозрачный сосуд начинает обволакивать чужие элементы, чужие мысли, чужие поступки. И когда человек допускает к ним разные моменты, человек остается самим собой. А проецирует на этот мир то, что ему налепили. Ну, например, это как проектор. Лампочка светит, экран прозрачный. У вас белая прозрачная светлая жизнь. А потом на матрицу этого состояния поступают сигналы, которые вы допускаете или куда-то лезете. И в результате на ваш экран жизни проецируются чужие элементы, чужие поступки, чужие дела. Задумайтесь над этим. Совершенно верно, что надо держать свою матрицу в чистоте. Она должна быть абсолютно прозрачной. Для того, чтобы вас видели, слышали. Чтобы не проецировали вы на своей матрице чужие фантомы, образы, иллюзии и другие моменты. К вам же сигнал с экрана будет идти через эти матрицы. Двойное искажение обстоятельств жизни, действительности. Кому это надо? Посмотрите, задумайтесь, поймите, что каждый человек должен быть самим собой. Субтитры сделал DimaTorzok